Продолжение следует... Остальные червивые. Можно ли что-то с этим поделать? Да, можно с этим что-то поделать. Потери неизбежные. Все-таки плодожорка – это печь садов, особенно когда зима теплая, то есть меньше уничтожает мороз, вредители. И, к сожалению, когда лето хорошее, она тоже любит угощаться яблоками. Значит, бесконечное опрыскивание. Я не сторонник. Плодожорка, то есть я не экстремально призываю, когда берется баллон, берется нечто вроде пульверизатора, то есть этого краскопульта. И все дерево целиком. Яд он тоже ведь не подарок. Вот, может быть, лучше пожертвовать частью урожая. Давайте тогда так. Раз я пессимист, раз я не призываю полностью уничтожить плодожорку, до этого невозможно. Прошел дождь, снова яд. Прошел дождь, а она что, крыльев не имеет? Плодожорка – это бабочка. Прилетит, сожрет все яблоко. Давайте попробуем нормально, разумно подход обеспечить. Итак, у меня в саду десятки муравейников. Ну, например, вот он муравейник, да? Вот. Если в саду еще сад задернен, по крайней мере там, где деревья растут, то муравьев уже почти максимум. Но еще не максимум. Если еще и культивировать, как я, увидел маленький муравейничек, огородил колями, все, санитары сада, волки, санитары леса, муравьи, плодоядные животные, плодоядные лескомы – это санитары сада. Они обеспечат такую чистоту. Итак, первый вылет плодожорки. Она начала жрать. А мы ведь не случайно стоим возле этой прекрасной яблони. Это же знаменитая канадская мелба. Это лучшее, что удалось не мне, нашим предшественникам, которым можно пояс кланяться и памятники ставить. Она была уже внедрена. Еще даже до заполнения ГЭС первые появились. И вот она покорила сады. И это прекрасные плоды. Имеют один хорошее качество для нас. Уже некоторые падают. Они практически зрелые. Часть из них, конечно, уже с червями. То есть с плотом соплодожорки. Часть еще зеленые. А часть еще, вот как здесь, видите, уже завязались плоды, да? А некоторые сильно-сильно опознают. Для нас, дачников, великолепное качество. Разное время созревания. Для промышленности это считается минусом. Они почему-то должны в одно время созреть, но я понимаю, это промышленность. Для дачников благо. А плодожорка этим пользуется. Смотрите. Она съела первое яблоко, которое стали ей по зубам. Уже достаточно. Не такие твердые, не такие жесткие. Достаточно сладкие. И вот она внедрилась. Яблоко повисело. И это, оно в таких случаях быстро дозревает. Спасибо плодожорке. Она помогает. Она быстро как бы цикл за качеством. И она упала. Плодожорка в виде этого самого червячка. И полезла за следующим яблоком. А вот тут тоже нет. Второе, третье, пятое она уже не испортит. Вот. Муравейник показал. Здесь в нетронутом дерне муравьев не считал. Наверное, не тысячи, а десятки, сотни тысяч. Вот. Все. Дальше плодожорка. А следующего поколения откуда взяться? И вот таким образом существует, по крайней мере, не во всех садах, а в задерненных, так называемой экологической равновесии. Не бывает вспышек вот в этом саду. Сергей Валерьевич, он, допустим, сколько уже тут, лет 20, да? Вот, около 20. Хоть одну вспышку видел этих жуков-долгоносиков, хоть одну вспышку этих самых жуков-цветоедов. Ни одной. Когда ты видел, в каком году, и вообще видел хоть раз эту обыкновенную гусеницу от бабочки-капустницы. И я уже забыл, когда последний раз видел. Был сюжет самый первый, по-моему, в 2005-2006 году. Одну мы нашли всей группой. Вот, то есть, проблема решена, если не на 100%, но на 90%. Муравьи – главные защитники сада. Идиотизм заключается в том, что на рынке вы найдете не что-то, чтобы помочь муравьям, а яды по уничтожению муравьев. Вот, не дай Боже, применяют солярку, чтобы сжечь все. Уксус. Вот, кто не боится еще и бензин, хотя может себя спалить. Вот, все это идиотизм страшнейший. Масса ядов, современные яды. У вас не будет ни до муравья. Сейчас найдут генетический какой-нибудь специальный яд, когда пойдет у них эпидемия муравьев. Как только они исчезнут, на следующий год 6 миллиардов человек умрет с голоду. Все. Держится все на муравьях. Перед тем, как скосить траву этой же газонокосилкой, мы внимательно проходим. Где-то вот такой бугородчик. Бывает обидно, когда его скосишь. Даже жалко, видишь, там забегали муравьи, личинки начали. Они уже уйдут. Все. Если мы вовремя заметили, 4 кола, вон. Все, муравейник навсегда остается действующим. Он вырастает вот до таких размеров. Вот. Ну и потом, ну я должен сослаться на вас же. Мы же с вами сюжеты делали про этих муравьев. Я вам привел пример с муравьями, только касаемо вот вашего вопроса. Будут муравейники, это естественно путь, когда подожорка будет на самом минимуме держаться. Вот. На самом-на самом минимуме. Это же и касается и листов всех, и листоградочных скобок. Ну. Вот же сюжет. Вы знаете, сколько в других садах, у кого перекопана почва уже? Все в дырах. Если лист с дыркой, почка никогда не вызреет до конца. Мне нечего вызревать, она начинает болеть. Вот. Вот так выглядит. Ну, я не говорю, что по это. Ну, нашли мы дырку. Ну, не смертельно. Где-то муравьи чуть-чуть это, видимо, отдохнули.